В частности, в последнем, в куске, про матрику плотности фотона И пора не листоваться Необходимость введения именно параметров стокса и матрицы плотности я уже в прошлый раз демонстрировал Если мы возьмем какой-то процесс с участием фотона, то соответствующий матричный элемент Соответствующий адресу рассеяния будет пропорциональна вектору поляризации фотона Квадрат нодули, которая является темным, что посещение сaczaczного способа Попорциональны равные надеяны Иック из-за стокса и матрицы Ядным образом выделяется при этом вот эта самая комбинация И конечно в реальном эксперименте Мы можем давать только статистические предсказания Кроме того, в реальном эксперименте от сводорения к сводорению меняются параметры, создающиеся по полной кучке Поэтому в реальном реальности всегда найдет статистический усоединенный блок, связанный этим самым произведением Именно это произведение и называется матрицей плотности Оно должно быть нормировано, как полагается и так далее Мы с вами стали подробно разбирать именно эту величину Итак, давайте еще раз вернемся к этому разговору Если потом летим 0,6,z, то в поперечной плоскости, то есть в плоскости x,y, как раз и будут лежать векторы электричества и магнитного поля Ну а вектор поперечной плоскости будет иметь только x и y в этом случае Ну если это так, то матрица плоскости, которая будет пропорционально такой средней величине Для меня будет всего-навсего матрица 2 на 2, поскольку nu и nu имеют только две отличные от нуля компоненты Матрица эта, потому как она образована, на самом деле, карамидовская А потому ее можно разложить в ряд по матрицам Павли и единичной матрицы То есть введем единичную матрицу и добавим 3 матрицы Павли с какими-то коэффициентами Так Поскольку эта матрица не только армирует, но если вы просуммируете квадрат вот этого выражения при одинаковую к nu То вы получите нормировку вектора поляризации Общий ответ еще должен взвязать одну вторую При этом это должна быть матрица по индексам nu Будет у единичной матрицы И у матрицы Павли А вот эти вот параметры Это и есть параметры стокса В прошлый раз я уже сказал, что каждый из них 1, 2, 3 Меняется между плюс и минус единицы Сумма их квадратная Не бывает больше единицы Опять-таки с требованием, чтобы шпур этой матрицы был нормирован и равнялся единице И, наконец, я предупреждал, что параметр х2 связан с циркулярной поляризацией и соответствует средней спиральности А параметр х3, х1 связан с линейной поляризацией И в плоскости х, у, если задано направление максимальной поляризации линейной То параметр х3 через косинус на 2 гамма Все эти формулы были выписаны Я указал из точки, где можно это все подробно прочитать Но на самом деле все-таки я выяснил, что по электродинамике вы, согласно лектору, про параметры стокса слышали, но не то чтобы очень подробно Поэтому, может быть, давайте попробуем эти формулы наполнить содержанием, за которым как-то поможет вам понять, что все здесь на самом деле чрезвычайно просто И следует определенным, тоже очень простым эволюционным правилам Ну, давайте, например, рассмотрим вариант такой Пусть у нас имеется электромагнитная волна, поляризованная вдоль оси Х Это значит, у нас будет линейная поляризация вдоль оси Х Рассмотрим этот вариант Это означает, что Х компонента этого вектора равняется нулю Игриковая единица, то есть Y нулю Ну, а нулевая, Z всегда равняется нулю Я пока про это даже дальше испоминать не буду Хорошо, очень хорошо Но что это означает? Это означает, с другой стороны, автоматически, что это полностью линейно поляризованный свет Значит, степень его линейной поляризации единица Направление вдоль оси Х Значит, угол гамма равен нулю Что отсюда автоматически следует? А автоматически следует, что Кси 3 Уравняется единице Но тогда Из-за этого утверждения Автоматически следует, что На долю всех остальных параметров стопса Ничего не остается Все это понятно Но давайте еще как-то глубже врастем в эти детали А если взять А если взять Матрицу блокности Как она должна выглядеть? У нее должна быть EX компонента равная единице Все остальные нули Это значит, должна быть такая матрица С другой стороны Если я распешу вот таким вот образом А именно Одна вторая Единичная матрица Плюс Кси На такую матрицу Чтобы Сложившись Я получил вот такую штуку Ясно, что нужно употребить только матрицу сигма 3 Которая есть 1, 0, 0, минус 1 И какой должен быть при этом коэффициент здесь Чтобы получить вот это? Одна вторая А поскольку это матрица Сигма 3 То при ней должен быть коэффициент кси 3 Отсюда видно, что этот коэффициент равен единице действительно Одна вторая Одна вторая И одна вторая Даст единицу Все остальные будут нули А, извините Да, конечно, плюс Вот Так что С этой точки зрения все понятно Ну а если мы теперь возьмем Линейную поляризацию Волну Линейную поляризацию Линейную поляризацию Вдоль Оси Y Что изменится? Ну Поменяются местами X и Y Съезд будет 0, а Y будет 1 Матрица плотности Будет содержать только Y Компоненту Так Это с одной стороны С другой стороны Отсюда Что будет следовать? Угол Угол гамма При этом Будет должен быть равен 90 градусов Так Это линейная поляризация Значит Соответствующая степень равна единице То есть Если посмотреть на эти формулы То получится Что к сети Синус 90 180 Сейчас А Я не правду сказал Не буду правильно Э Здесь Гамма Равен 90 Гамма Равен Здесь 180 Да Все правильно Синус Опять окажется За равную нулю А косинус 180 Минус Единицы Значит На этот раз Мы получим такую Конструкцию Ксю 3 Обязана равняться единице Ну Ну Опять На долю всех остальных Ничего не остается То есть Х1 Х2 Равняется нулю Матрика срокопристи Неправильная Да Х1 Х2 Равняется нулю Все правильно Ну и легко сообразить Что если я возьму Ту же конструкцию Но здесь с однако Минус То я получу Вот такую вот самую матрицу Единичка Внизу Снизу Нижний Правый угол У У У У У У У У Здесь Ну Давайте проверим Это будет 1 2 1 1 1 1 0 0 Минус Да Действительно Именно это Минус и минус Все правильно Угу Так что с этой точки зрения Понятно Что такое Х3 Равно 1 Это Поляризация В долю си х Что такое Х3 Равно минус 1 Линейная поляризация В долю си у А что такое Средняя ситуация Ну а Средняя ситуация Ну а Наверное Нужно Среднее значение Э Для Х3 2 Затем И Минус 1 Затем К Среднее 1 2 3 3 3 4 Средняя линейная поляризация Она уже меняется от плюс до минус единицы Можно еще с точки зрения экспериментатора Что это означает? Поскольку вектор поляризации Прямо пропорционален величине электрического поля А квадрат его по модулю прямо к квадрату электрического поля Электрическое магнитное поле одинаковое по величине То сразу можно сказать, что вот эта штука будет разности Пропорциональной разности и интенсивности При поляризации под углом 0 И при поляризации под углом каким? Соответственно, 90 градусов То есть у нас получается такая картинка Интенсивность под углом гамма равна 0 Минус интенсивность под углом гамма равна 90 градусов Ну, поскольку это каждая из них были нормированы То придется разделить на сумму Чтобы в предельных случаях это давало плюс и минус единицы Так что этот параметр с токсом можно вот таким вот образом Спокойным образом найти Взять поляризатор Отмерить интенсивность Вдоль одной оси Вдоль другой оси Вычислить такую величину И то, что нужно получить С этой точки зрения В том, что касается линейной поляризации Все достаточно просто Но так и так же просто Сделать вариант, связанный с циркулярной поляризацией Пусть у нас имеется Правая Циркулярная поляризованная волна Что это означает? Ну, это означает, что Ех Будет равняться Правая циркулярная поляризация Соответствует скрабленности Равная плюс единица Вот это нужно специально говорить Во всех современных книгах Включая Ландау Включая все работы, связанные с физикой частиц Именно такая принята терминология Правая поляризация Соответствует скрабленности Равно единице Лучше стать наоборот Что такое спиральность? Это однозначно определенная величина Проекция спида на направлении движения А какая поляризация Называть правую и какую левую Зависит от точки зрения Если наш потон Движется на поле снизу И вот здесь вот есть Внимательный глаз За ним наблюдающий То правая поляризация Поляризация Будет отвечать Вращению Против часовой стрелки Да? Вот И С точки зрения этого глаза И мы будем придерживаться Этого Определения Что такое правая поляризация Совпадающая с тому Что есть в ландаве Ну Старинные Оптики Почему-то любили смотреть С этой стороны Поэтому Для них то Что мы называем правая Здесь требуется Кулярная поляризация Если возьмете Старорежимную книжку Бурная вольфа Оптика такая Полстенная То там Как раз По отношению к ландаву Все поменялось местами Ну и Сами параметры стопсов В этом смысле Тоже Наше современное название Расходит к ландаву и левшицу Хорошо Итак Дальше Смотрим На формулы Которые Нам Все это отвечают Значит Мы можем сказать Отсюда Что значит Это Сиркулярно поляризованная волна Что степень Ее Поляризации Полное Нормальное Хорошее Квантовое состояние Ландава равна единице Это означает Что у нас Кси2 Должна равняться единице Но тогда все остальные А именно Кси1 Кси3 Должны равняться 0 Итак Линейной поляризации нету Есть только Циркулярная поляризация Что такое циркулярная поляризация Давайте ее тоже Рассмотрим Рассмотрим Это с некоторой Детальностью Правая циркулярная поляризация Отвечает Иксовая компонента Вот такая Единица на корень из двух У Иксовая компонента Иксовая компонента На корень из двух 2, 0, 1, плюс, минус и 0 4-мёртангиния Это и соответствует тому, что x-овая и y-ковая компоненты имеют минусы и различаются на 90 градусов по фазе Так, что тогда будет из себя представлять матрица плотности Значит, здесь стоит EX на EX EX сопряжённое Это будет ничтоя 0, как величина 1, 2 Здесь, чтобы нам не ошибиться EY на EY сопряжённое Да? EY на EY сопряжённое Это тоже 1, 2 Теперь Здесь стоит XY компонента EX на EY сопряжённое Что это будет? Это будет минус И пополам Да? Минус И пополам Ну, а здесь, соответственно, личина в литовском соображённое То есть плюс И пополам Вот такая, ну, матрица плотности Соответствует правой поляризации И, как говорится, здесь никаких особой щитростей нету Теперь давайте посмотрим, как все это можно записать. Ясно, что это будет 1,2 на единичную матрицу. Согласно вот этому положению. А дальше стоит с точностью за 1,2 матрица Сигма-2. Которая как раз имеет вот такой вот вид. А это у нас единичная матрица. Ну и видно, что в этой сумме это все действительно соответствует произведению Сигма-2 на кси-2 при кси-2 равном плюс единице. Ну, аналогичным образом, если мы возьмем левую циркулярную реализацию. По нашему определению, это будет соответствовать противоположной спиральности. Опять же, после этого мы скажем, что кси-2 будет равна Си-1, Си-1 и Си-3 по 0. Что касается векторов поляризации, то согласно этому, это нужно будет аккуратно делать. Ех будет содержать плюс единицу на корень С2. Ну, после этого мы получаем матрицу плотности равную чему? Ну, после этого мы получаем матрицу плотности равную чему? Одну и вторую на единичную матрицу. Ну и... А, нет. Я не так должен вас сказать. Сначала мы должны взять ех на ех сопряженное. Это одна вторая. Второй диагональный элемент. Это ех на ех сопряженное. Это тоже одна вторая. Здесь будет стоять ех на ех сопряженное. Это будет просто и пополам. Ну, а здесь уже тогда минус и пополам. Видно, что по сравнению с предыдущим, нужно добавить в начину минус 1, 2. Что как раз и соответствует ксикламу равным минус 1. Да? Вот этот минус появился. Ну, а теперь, если мы хотим сосчитать в общем случае, по ксикламу как нужно считать? Взять единицу, домножить на соответствующую матрицу плотности. Вот такую. Затем минус единицу, домножить на такую. То есть, фактически нужно взять единицу, домножить на вероятность иметь лямбда плюс 1. Это и будет средняя спиральность вот такого смешанного состояния. Ну, я еще не упомянул, но, наверное, это могли бы вы сами сообразить, что если я возьму, теперь и захочу разглядывать что такое кси 1, то можно, глядя сюда, сообразить, когда кси 1 будет равняться единицей. 3. Обязательно должна быть линейная поляризация. И угол гамма такой, чтобы синус уполнялся единицей. Это будет при гамма равном 45 градусу. Ну, а когда кси будет равняться минус единице, кси 1 будет равняться единице, если мы выберем д, равную единице, и гамма, ну, на 90 градусов больше. То есть, это 45 плюс 90, 135, да? 135 на 270, синус, его будет минус единице. То есть, все правильно. Поэтому кси 1, не что иное, будет как интенсивность света, прошедшего под углом гамма, равна 45 градусов, на такую же сумму. Ну, а что касается параметра кси 2, то нужно взять интенсивность интенсивность правой циркулярной поляризации, минус интенсивность левой, подразделить на такую же самую сумму. Так что все эти параметры прямо связаны с хорошо измеримыми величинами, интенсивностями в чистых состояниях того или иного сорта. вот так. Я надеюсь, что после этого как-то эта картинка стала немножко более привычной, да? Ладно. Теперь и и Продолжение следует... Продолжим наш разговор про то, как выглядит сечение перехода гамагама в какое-то конечное состояние. Продолжение следует... 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 4 на 4 и та и другая. А здесь матрица 2 на 2. Описание становится более компактным, между прочим, и более прозрачным. Но если это так, то стало быть, надо переходить на этот язык. И нам ничего понадобится. Некоторое напряжение для того, чтобы преодолеть еще одну дотошную, дотошное расследование, как матрица плотности в спиральном базисе, связанная с параметром истокса. Разговор может быть следующим образом. Значит, вот у нас есть в этой специальной системе, скажем, вот такая вот картина. Хорошо. Как получить матрицу в плотности? Ну, там, скажем, А, я не знаю, на С. Нужно взять вот это состояние, эту матрицу плотности и спроектировать на вектор с индексом А и с индексом С. Ну, единственное, чего здесь еще нужно употребить, вот в этом месте, в этом месте сопряжения, а вот так, вот, есть способ, как перейти от этой матрицы к этой. Сделаем мы это в нашей специальной системе, а потом это сохранится навсегда. Переход очень простой. Формулу я запишу вскоре окончательной, но я хочу, чтобы вы поняли, что... Дальше берем вот эту штучку, подставляем вот сюда, получаем ответ. Ну, вот, один из ответов очень прозрачный, понятный, и его жалко упустить. Он смотрится вот почему. Если я возьму РО плюс-плюс, что это такое будет? Это вектор поляризации плюс-плюс, сопряженный на несопряженный. То есть, на самом деле, это вероятность иметь спиральность равную единице. А минус-минус, это будет вектор поляризации левой, по модуру в квадрате. Так что это будет вероятность иметь лямбда минус единицы. Если я возьму их сумму, то, конечно, это должно равняться единице, потому что это полный набор. Спиральность плюс-спиральность минус. А вот как найти среднее значение спиральности? Оно же, как мы знаем, ксидла. Тоже известно, как нужно взять спиральность единицу, умножить на вероятность иметь эту спиральность, добавить спиральность минус единицу на вероятность иметь эту спиральность. Ну, теперь у нас есть первая формула и вторая формула, совершенно тривиальная. Отсюда можно сразу получить, что ρ++ равняется чему? Если я их сложу, то у меня получится 2х ρ++, 1, плюс ξ2. Так что, ну, будет 1, 2, 1, плюс ξ2. Ну, и, соответственно, ρ-минус, будет 1, 2, на единицу, минус ξ2. Получается, что эти матрицы плотности действительно относительно просто выглядят. Ну, и, наконец, если я возьму ρ+, минус, оно, конечно, будет сразу с ρ-минус плюс, поскольку они эмунидовски сопряженные. И, сделавшую небольшую алгебру, я уже не буду этим заниматься. Мы получим вот такой вот ответик. Мы получим 1, 2 на ξ1 минус ξ3. Или, если вместо ξ1 минус ξ3 подставим их выражение через R параметр стопса, это будет минус 1, 2, в степени линейной поляризации, на е в степени 2 и гамма. Ну, вот, мы достигли нужного нам эффекта. Как выражается матрица плотности фотона в спиральном базе через параметры стопса? А что такое параметры стопса, мы теперь уже знаем. Осталось только сказать, что изменится, если я начну брать пару фотонов выписывать. Если буквами ξ1, 1, 2, 3 я буду обзывать первый фотон, то вот это и будет формула для первого фотона. А для второго фотона все будет, ну, я в общем виде напишу, ρ2 ab, это будет равняться ρ1 ab. Попробуем только все ξ2, будем заменять на ξ2 стиль, это будет ξ2 второго фотона. Собственно, все, что нам нужно, мы получили. А вот теперь попробуем это эксплуатировать. Для того, чтобы Эксплуатировать Нам нужно что сделать? Нам нужно подставить Эти матрицы плотности вот сюда И получим ответ Как он будет выглядеть? Каждая матрица Линейная по параметрам столбца Значит ответ будет линейный по одним параметрам Линейный по другим параметрам Есть еще для удобства дальнейшей записи Такая хитрость Вот здесь стоит единица И здесь стоит единица Давайте мы единицу Заменим на букву ксистоликам Но скажем Торжественно обязуемся Что ксистоликам Это просто единица Точно так Как и для второго фотона Что тогда будет? Тогда вот эта сумма После суммирования По А, Б, Ц и Д Окажется пропорционально чему? Каждая свагарина Будет пропорциональна На какому-то кси От первого фотона На какой-то кси От второго фотона Вот и вся структура Этой самой Квадратно-матричного элемента Ну раз так То сечения Вот то самое О которой мы говорили Окажется выглядящий Таким образом Все ИД первого фотона А все ЖД второго фотона Сумма По И и Ж От единицы до трех А здесь стоят какие-то коэффициентики Давайте Обзаберем эти коэффициентики Буквой Си и Ж Конечно Полный ответ Как и полагается В течение Это вещь связанная С числом события Величина положительная Эти же коэффициентики Могут быть положительными Отрициативными Поэтому соответствующие ДСИГМА Просто для удобства записи А вообще говоря Они могут быть и положительными Отрициативными Все Что нам нужно Значит Это есть В свою очередь Нечтое Как Сумма А, Б, С, Д РО 1 А, С РО 2 РО 2 Б, З М, А, Б МНС Режу Н, С, Д Д, ГАМА Ис И 4, И Что остальное я теперь могу Сечением процесса ГАМА ГАМА В ЭКС Переписано у нас вот таким вот образом Вот на этом Удобно сейчас сделать перерыв Теперь у нас понятно Собственно Грубо говоря Ответ для сечения Формально получен Вот подставляем сюда вместо РО Вот эти вот величины И в итоге получим выражение Для деференциального излечения От параметров стокса Но Я напомню куда я вас Хотел завести Хотел завести вот сюда Мы говорили что в чистых состояниях Бывают создания Когда сталкиваются фотоны С одинаковой спиральностью Скажем Вот это правое у первого фотона И правое у левого фотона При этом Проекция на ось движения Здесь равнялась единице И здесь равнялась единица Но тогда проекция на ось Z Суммарного момента импульса Оказывается равна нулю Такую ситуацию мы называли буквой сигностоликом Полное сечение в таком чистом состоянии Другой вариант Когда Смотряется Правое И тоже с левой Здесь поляризация Спин по направлению движения А здесь спин направлен В противоположную сторону При этом Проекция 0Z Равнялась Плюс двойки Если буква Здесь левая А здесь соответственно Правая Проекция равнялась бы минус двойки Такую ситуацию мы Обозвали Буквой сигностоликом Два Из них Из этих двух причин Можно было поставить Сечение не поляризованное Это была Половина такой возможности Одной и второй А также Разницу этих возможностей Которые мы обозвали Асимметрией Причем асимметрии Связаны С циркулярной Поляризацией Кроме того Мы говорили Можно было бы взять Чистые Линейные Поляризации Скажем У первого фотона Чистые Линейные Поляризации Туда И у второго Туда же Это соответствовало Сечению Со взаимно Параллельными Линейными Поляризациями И наоборот У первого фотона Линейная поляризация Куда А у второго Петникулярно К ней Соответствующее Сечение Было Сигмопетникулярное Сумма Полусумма Таких возможностей Давала нам Не поляризованное Сечение А разница Соответствовала Так называемой Асимметрии Связанной С линейной Поляризацией И вы помните Что полный ответ Для сечения Выражался Через три Этой величины Казалось бы В этой формуле Все это должно быть Отражено В полном сечении Должно остаться Три величины А на самом деле На самом деле Встречается Сколько возможностей Три на три Делять Да Вот И на самом деле Это тоже Не все правда Потому что Параметров стокса Кси-1 Кси-2 Кси-3 Так теперь Еще все-таки Приплюсовалась Единица Четыре Так что На самом деле Здесь Это будет Шестнадцать Возможностей Шестнадцать штук При них Имеется Различных Квазисечений Да-да Я еще раз А почему Шестнадцать День Испонент На Кси-и-т Пробегает Значение Какое Кси-0 Кси-1 Кси-2 Кси-3 А Четыре Компонента Да Ну хорошо Вопрос Который Вы должны Сейчас Разрешить Как Общее Утверждение Что в полном Сечении Должно Остаться Только Три величины Связанных С тем Что Деференциально Все-таки Деференциально Еще Пока Сечения Деференциально Деференциально Мы их Шестнадцать Давайте Посмотрим Как Это Делается Здесь Опять Я хочу Сказать Что Будет Некоторая Алгебра Но Эффект Ее Будет Такой Мы В конце Концов Должны Будем Обдорожить Вот Эти Три Возможности Вот В Этой Сум Как-то Перенарушить Идентифицировать И указать Почему Оставшиеся Шестнадцать Минус Три Тринадцать Штук Полное Сечение Не войдут Вот То Куда Я хочу Вас Завести Ну Давайте Например Будем Интересоваться Личиной Кси Два И Кси Ноль Да Ясно Если Речь идет Про Неполяризованное Сечение То Оно Где Может Появиться В тех Случаев Когда Все Параметры Сток Сравняются Нулю Так Ведь Да А Значит Здесь Мы Должны Выделить Слагаемое Ксеной На Ксеной Стиль При Нем Должно Стоять Что-то Что Будет Нам Говорить Про Сигмут Неполяризованное Так Если Лечь идет Про Циркулярную Поляризацию Это Значит Должен Параметр Кси 2 У Первой Частицы И Параметр Кси 2 У Второй Частицы Да Кси 2 На Кси 2 Стиль И При Нем Должно Стоять Что То Что Характеризует Отличие Неполяризованное От Поляризованное До Случа Сиркулярной Поляризации То Есть Величина Асиньки Кси Так Далее Я Просто И Дерю Чтобы Уловить Хотя Два Этих Слодайма Нужно Выбрать Все Что Связано С Кси 0 На Кси И Кси 2 На Кси 2 Замечательно Откуда Они Возникают Они Возникают Только Из Этих Диагональных Элементов Матрицы Плотности Так Наше дело Правое Берем И Выписываем Только Диагональные Элементы Вот Этой Вот Суммы Здесь Будут Диагональные Элементы И Здесь Будут Диагональные Элементы Ну Если У первой Частицы Плюс Плюс У Второй Тоже Может быть Плюс Плюс Один Вариант Дальше Если Вторая По-прежнему Плюс Плюс То Первая Может быть Минус Минус Так Дальше Теперь Повторим Все то же Самое Но Вторая Пусть Будет Минус Минус Ро Один Минус Плюс Ро Минус Минус Ро Один Минус Минус На Ро Минус 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 Мы выбрали Все что нам надо Диагональные Элементы Матрицы Плотность Больше Ничего Нет А Извините 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 Здесь Будет Минус Минус Так Теперь посмотрим Кто при них Стоит Ро Плюс 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 Посмотрим А З П Это все Плюсы Это будет М Плюс Плюс Но М Плюс Плюс Сотряженное То есть Ничто Иное Как Н Плюс Плюс П П П П П П П П Ну тогда Здесь Неясненное Дело Стоит М Минус П 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 Здесь Будет стоять Первый фотон Плюс Плюс Нет Первый фотон Плюс У второго Минус И потом Снова Плюс Минус То есть Это будет стоять М Плюс Минус По Монголю Квадрате Ну а здесь Сопряженная Величина М Минус Плюс По Монголю Квадрате Так Вот Плюс Все остальные Которые Мы не выписываем Понятно Да Теперь Начинаем Подставлять Выбираем Коэффициент Вот Такой Вот Откуда Он может Простечь Да При каждом Стоит Одна Вторая Поэтому Здесь Будет Обязательно Монголю Одна Четвертая Так Если Здесь К сесновикам И здесь К сесновикам К сесновикам Стильный Вот Здесь Вот Стоит Одна Вторая Наединица Ксис Ноликом Плюс Кси Два Здесь Стоит Одна Вторая Ксис Ноликом Плюс Кси Два Стильный Значит Это Может Проистеть Отсюгова Отсюгова Очлинице Это Может Проистечь Отсюгова И все Идет С таким И тем Же Знаком Плюсом Да к систоликам все выходит со знаком плюс это может произойти сюда отсюда и наконец отсюда так все это должно умножаться что мы получили? если бы у нас были не поляризованные частицы то именно так и нужно было взять все возможные варианты плюс, плюс, минус, минус, плюс, минус, минус, плюс в итоге каждое из них поделили бы на одну четверть не поляризованное сечение так и должно выглядеть проинтегрируем по всем конечным частицам получим не поляризованное сечение так мы предсказывали это так и получилось как можно получить асимметрию посмотрим посмотрим нужно выбрать кси 2 на кси 2 стиле опять-таки всюду выскочить можно для 1 четвертая и что изменится? когда когда будет входить матрица плотности с отрицательными у кси появится знак минус так лучше я вот сюда припишу чтобы было по кругу вот кси 2 на кси 2 стиле 1 четвертая здесь кси 2 войдет и тот и другой с знаком плюс только получится то же самое здесь вот это у нас проект стекло вот отсюда здесь оба кси 2 были с знаком минус поэтому это тоже войдет без всяких изменений а вот эти возникли от промежуточных величин здесь в одном случае был кси 2 с знаком плюс а здесь с знаком минус так что следующее с наградимое войдет с 900 более поднял прям левую посмотрим на то что мы получили тот факт что это неполяризованное сечение можно было бы еще вот как раз гладить рассмотрим вот эти два сногаева чему они соответствуют? фотон пралы с фотоном пралом это всегда с нориком это чему соответствует фотон левый с фотоном за левым это сигма с ноликом то и другое сложен с коэффициентом 1 в 2 и получится, что вот это вот после интегрирования если что и ноль, как величина, переходящая с учетом 1 и 2 давайте попробуем только давайте как мы сделали полточек левый расписку 1 в 2 или 1 в 2 так 1 в 2 вот эта вот штука после интегрирования даст нам сигма с ноликом а эта величина один фабон правый, другой левый или наоборот тогда эта штука даст нам сигма с ноликом таким образом получается, что при ксиноле, ксинолье какой коэффициент? одна вторая сигма ноль плюс одна вторая сигма два ещё раз заметим, что это и есть сигма не полиадисованная а здесь А здесь вот с сигма с ноликом минус сигма-2 а это кто такой? а это тауция поэтому вот эта вся штука превратится D асимилия, связанная с таркулярной поляризацией ну, точно таким же образом я уже не буду детально просматривать но, если бы мы взяли вот такую величину, как вот такую величину, как такую комбинацию она у нас уже как-то фигурировала помните, мы брали вот такую комбинацию N на L стильдой на космус 2 гамма минус гамма стильдой легко сообразить, что через вот такие X3 и X1 и соответствующие сопряженные эта штука выбирать выглядит так X3 на X3 мяra минус X1 на X1 мяр Здесь возникает знак минус, то есть будет косинус 2 гамма на косинус 2 гамма стильды, плюс синус 2 гамма на синус 2 стильды. Это как раз будет косинус разности двух углов. После этого мы здесь допишем вот эту самую комбинацию. Кси 3 на кси 3. Минус кси 1 на кси 1. Аккуратненько все, как в предыдущем случае, сосчитаем, подставивши уже вот эти матрицы плотности, эти элементы. И выяснится, что здесь возникнет асимметрия, связанная с линейной поляризацией. Так что, про две части мы доказали, про это мы поверили. Но еще остается 13 слагаемых. Как с ними жить? Как с ними действовать? Вот я хотел привести некоторый примерчик того. Много примеров. Вот есть такое изображаемое. Коэффициент при кси 2 на кси с ноль. Этот коэффициент должен называться дсигма 2 ноль. Если его аккуратненько расписать, то мы получим опять вот такого срока комбинации, но только посмотрите, какие. Одночетверть. Здесь будет та же самая m++ в квадрате, минус m- в квадрате. Затем будет входить m++ и минус m- в квадрате. Посмотрим внимательно. В дефициальном сечении такая штука вполне может быть. Почему? Потому что конечные частицы могут иметь какие-то свои спины и так далее. Все будет хорошо, но вот когда мы проинтегрируем по всему объему и от конечных состояний ничего не останется, про них проинтегрируем, по спинам просуммировали, тогда встает вопрос, что все зависит только от поляризации начальных частиц. А для вот этих двух слагаемых, чем отличаются поляризации? У каждого фотона правое заменял на левую, что отличает просто отражению четкости, отражению системы кардинал. Электромагнитных и сильных взаимодействиях четкость сохраняется, а поэтому обе эти величины должны быть одинаковые. И после интегрирования по всему, я вам что-то напишу обязательно, чтобы это отражалось, после интегрирования, вот это слагаемое с этим сократится, аналогично это слагаемое с этим сократится. И ничего от этого слагаемого полного сечения не останется. И тоже произойдет со всеми остальными 13-ю слагаемыми. Так что в полном сечении останется то, что мы говорили, именно в той комбинации, о которой мы говорили. Вот такая вот картинка. То есть мы сейчас проследили от начала до конца, как можно вывести тот факт, что полное сечение зависит только от трех прочих величин. И как именно оно зависит. И второй вопрос. По дороге выяснилось, что дифференциальное сечение содержит еще 13 других структур. И если у вас есть возможность комбинировать самые разные поляризации, вы, в принципе, их можете измерить. Правда, для этого нужно будет детально выполнять измерения типа асимута или асиметрии, там еще что-нибудь такое. А нет, так будет всего. Всего три величины. Кстати сказать, а величины эти интересные. Потому что, одно дело, сечение в случае неполяризованных частиц, другое дело, в случае, когда фотоны поляризованы. Помните, я вам говорю, что в таком сверхинтересном процессе, как Хиггсовский бозон, если у вас спиральности фотонов одинаковые, Хиггсовский бозон, он все рождается, а если они разные, то он вообще не рождается. Это может относиться и к разным другим процессам. Особенно к процессам, связанным с резонансами. Между тем, если речь идет про лазерные фотоны, то там все очень просто. Лазерные фотоны запросто бывают стопроцентно поляризованы, линейные, циркулярные, как угодно. Но вот что касается фотонов высоких энергий, до сих пор они образовываются только фактически в виде виртуальных фотонов. Что касается поляризации виртуальных фотонов, мы о ней дополнительно поговорим. Но, как правило, эта вещь экспериментально не очень простая. Линейная поляризация у виртуальных фотонов может быть и высокая, но для ее измерения придется измерять азимутальную асимметрию рассеянных электронов. Азимутальную зависимость. Что в условиях, когда электроны расстрелятся под малыми углами, не очень просто. Хотя экспериментальные попытки были. А циркулярная поляризация вообще возникает только тогда, когда у вас с самого начала электроны еще были поляризованы. Что совсем тоже не всегда бывает просто. Так что, на первый взгляд, все-таки самым важным оказывается, что с экспериментальной точки зрения, простейших опытов, именно вот эта вот комбинация неполяризованными фотонами. С точки зрения физики и теоретики, вот эти асимметрии могут нести очень важное сведение про взаимодействие частиц, но их не всегда легко улавливать. Ну хорошо, на этом мы с простыми фотонами покончили. Видно, что идейно все все-таки просто, но немножко громоздко. И кроме того, не очень привычно. Я специально сегодня подробно рассматривал матрицу плотности, чтобы вы потихонечку к этому делу привыкали. Следующий шаг это то, а что будет, когда фотоны станут виртуальными. Давайте поговорим. Это все. Это все у вас есть. Предполагается, что это все вы освободили. И теперь мы можем только говорить про отличия. В чем виртуальные фотоны отличаются от реальных. Буквы гамма со звездочкой я как раз и буду обзывать виртуальные фотоны. Итак, виртуальные фотоны. Начнем с одного отдельно взятого виртуального фотона. Тот, который получается на встречных пучках, мы про него знаем, что он такой, что у него ку-квадрат отрицательный. Так, ну если ку-квадрат отрицательный, значит существует такая система отсчета, в которой у фотона есть только одна компонентка. Причем непременно пространственная, с тем, чтобы ку-квадрат равнялся к нулю. Ку-квадрат отрицательный. Ну, например, есть система, в которой вектор поляризации выглядит так, скажем. Фотон летит доля с лицет. У него нет ни х-вы, ни у-вы составляющей. Есть только з-вы составляющая. Ку-квадрат такого фотона будет равняться минусу зет. Естественно, он и будет отрицательным. Так, хорошо. Но у такого фотона вектор поляризации, конечно, обязан быть перегулярен к его четырехвектору импульса. Но поскольку четырехвектор импульса вылипло так вот, то у вектора е-мю, ортогональда у е-мю, возникает уже три невозможности, а не два. А не две, как в предыдущем случае. Можно по-прежнему уводить состояние только в доля сия х и у. Вот, назовем их, как и раньше, вот таким вот. Это будет минус плюс единица на корень из двух. Что здесь будет? Ноль, один, плюс, минус и ноль. Замечательно. А еще, а еще должен быть вектор поляризации уже со спиральностью ноль. Что про него мы знаем? Он ортогонален к Q, он ортогонален к E плюс минус. Что ему остается? Ему остается иметь только нулевую компонент. Так, теперь поймем, что E плюс минус. На E плюс минус сопряженное. Поскольку есть только пространственные компоненты, квадрат этого вектора будет отрицательный. А у этого вектора Он вообще-то вещественный, поэтому можно не брать сопряженным. Поэтому будет такой вот. Поэтому собирая все вместе, можно сказать, что у нас теперь будет такая штука. И, конечно, A на нее B согряженная будет, конечно, а не взаимная прогональность. С общим множителем минус единица в степени A. Это вот у этих трех фатонов такая партонармированность. Ну и, конечно, вот это условие должно затем будет выполняться в любой другой системе. Так. Попробуем перейти к следующему. Вот это у нас была совсем уже выделенная система. Теперь попробуем посмотреть, как все это выглядит в системе, в которой мы сделали буст, пережили в направлении оси Z. А в этом случае вот этот вектор U изменится как он будет приближен. Нулевые, ну, пространно-поперечные компоненты к этому смещению на РССЗ останутся неизменными. А на... У Z-овая нулевая изменится? Ну, здесь будет какая-то QZ, скажем, со звездочкой, а здесь какая-то QS0 со звездочкой. Да? Ну, QS0 мы привыкли назвать, думаю, омега. В общем, какое у них требование будет? Вот это должно выполняться. То есть омега в квадрате, омега со звездочкой в квадрате, минус QZ со звездочкой в квадрате, должно равняться старому, минус QZ в квадрате, быть, конечно, отрицательным. Что? Во что перейдут в этом случае вектора поляризации? Если мы сделали звездочкой в квадрате Z, то вот эти вот, связанные с поперечными компонентами, вообще не изменятся, так и останутся. Что касается нулевого. Его нужно выбрать таким, чтобы он был к этому автоканален. Нулевые компоненты, так и останутся, так и останутся, так и останутся, так и останутся нулевые. Чтобы футер догадывает каталу, ему достаточно иметь такую штуку. Здесь ОЗ, здесь омега. Это нужно, что мы получим ноль, да? Только теперь нам нужно еще сделать нормировку. Чтобы сделать нормировку, нам придется разделить на квадрат Z минус онлевый в квадрате. А что это за величина? Это как раз есть лишворенная, как наша вертвальность. Так, что под знаком корня, только вертвальность со знаком минус. Вот. Это все то, что мы получили как в специальной системе отсчетов, в которой фотон летит вдоль связи Z, имеет при этом любую Z-овую компоненту. Это очень хорошо апеллирует вот к этой специальности системы отсчетов, в которой были уже два фотона. Перейдем к этой ситуации. Вот у нас имеется два фотона. Так. И что мы можем сделать? По поперечных фотонах, да, фотоны летят навстречу друг другу, но уже и Q1 в квадрате отрицательно, и Q2 в квадрате, где нам окунули. Что мы можем сделать? В этой специальной системе отсчета, что касается поперечных эффектом поляризации, точнее, тополяризации с индексами плюс-минус, то все очень просто. У первого фотона это будет тот, к чему мы уже здорово привыкли. И одновременно это может быть леткая поляризация второго фотона, только с противоположными спиральностями. Ничего по сравнению с предыдущим не изменилось. А вот то, что относится к нулевой поляризации, нулевой спиральность, извините, изменится сильно, а с другой стороны его нужно сразу записать даже в ковариантном виде. Ведь что нужно? Нужно построить вот такой вот вектор, который был бы ортогонален вот такому вектору. Только все это для первого фотона. Это легко сделать в самом муче мире. В нашем распоряжении должны быть вектора Q1 и Q2. А, только никаких поперечных компонентов не должно быть. Итак, вес ноликом должен быть как? Он должен состоять, скажем, А, вес ноликом первого фотона, ну пусть будет так, ну, или вот, чтобы индексом он не был. Он должен состоять из первого фотона и второго фотона. Импульсов первого фотона и второго фотона. Как распорядиться? Нужно такие коэффициенты подобрать, что вы, когда я этот век замужу на Q1, я непременно получу 0. Это относительно легко сообразить, да? Можно это сделать вот таким вот образом. Оставим Q2 с коэффициентом, скажем, по каждой единице. Тогда здесь коэффициент может быть вот такой вот. Q1 на Q2 и еще какой-то общий номеровочный множитель. Почему это правильная комбинация? Давайте я выберу вот это действие. Домножу вот эту штуку на Q1. Общий множитель я не забуду. Ну, здесь что у меня останется? Здесь у меня останется минус Q1 в квадрате. С этим Q1 в квадрате сократится, поэтому будет Q1 на Q2. А этот Q1 долож для себя тоже даст, но на это раз плюс Q1 на Q2. Так что ортогональность обеспечена. Осталось обеспечить на рекламу. Давайте попробуем. Можно взять E0 да может на E0. Это должно равняться как мы помним плюс единицы. Это даст нам N в квадрате. Вот эту лечебую озвучим квадрат. Первое слайд мы развернем. Получится Q1 на Q2 в квадрате. Дальше здесь будет Q1 в квадрате. А в знаменателе будет стоять Q1 в квадрате. Все в квадрате. Договорились. Дальше будет стоять квадрат второго вооружения. И дальше будет стоять перекрестное произведение. Минус что? Q1 на Q2 Это значит будет зволька, это будет Q1 на Q2 в квадрате поднимем на Q1 в квадрате. Так. Видно, когда я сокращу эти штуки, то второе слайдное с первым приведутся. И останется такая величина на Q1 в квадрате. Q2 в квадрате минус Q1 в квадрате деленное на Q1 в квадрате. Так. так. Или 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 давайте множник минус единица на Q1 в квадрате выяснить. Это, кстати, сказать положительная величина, да? Что останется? Останется Q1 на Q2 в квадрате минус Q1 в квадрате на Q2 в квадрате. Варианты или? Квадрат. Квадратный вариант на миллион. И вот окончательно выяснили, что буква N которая здесь стоит имеет такой вид квадратный из минус Q1 в квадрате нам кладим по два в квадрате минус Q1 в квадрате и минус Q1 в квадрате и два в квадрате все аналогично можно написать для второй частицы для второго фотона нужно только все заменить Q1 на Q2 здесь будет Q1 на Q2 Q2 в квадрате Q2 на Q2 Q2 на Q2 а здесь будет корень в котором числитель будет стоять Q2 в квадрате по обзнаменателю все то же самое так что к сожалению каждый из этих векторов ортогонально ортогонально только к своему собственному импульсу то есть E1 0 на Q1 равняется нулю E2 0 на Q2 равняется нулю но E1 0 на Q2 вообще говоря не обязательно равняется нулю это некоторая печаль некоторая усложненность потому что у нас и и и и и и и и и на фактинку усложняется и мы на этом факте остановимся то еще осталось доделать до конца, чтобы все уже свести конца с концами. Что касается этого нулевой поляризации, мы выписали ответ в элитийский кавариантном виде. А что касается поперечных, вот этих плюс-минус, то пока что они выписаны только в специальной системе отчета. И для реальных фонтонов, вы помните, мы учились, как можно переписать это в произвольной системе отчета. Сейчас мы должны научиться это делать для виртуальных фонтонов. И последнее, по поводу технологии. Поскольку в специальной системе вот эти фонтоны имеют только поперечные составляющие, их еще и называют ТФ-отклоны. От звезд, поперечные. А вот что касается этих, здесь есть разночтение. С одной стороны, смотрите, с одной стороны, вектор поляризации может быть таким, что у него есть только нулевая компонента. С другой точки зрения, если мы посмотрим на вот этот вектор поляризации. Закроем глаза на нулевую компоненту, то обнаружим, что среди пространственных компонентов он имеет составляющую прямо на трехмерный вектор импульса. С этой точки зрения, его иногда называют продольным фонтоном. Так вот, это вот фонтон, скалярное или продольное. Ну вот, на этом мы закончим. И в следующий раз уже у нас будут содержательные утверждения, связанные с удовлетним, с виртуальными фотонами и так далее. А не только кинематика. До свидания.